Ребята, всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Метражный ролик сегодня вам снимаю по поводу ответов на ваши вопросы. Я хочу рассказать о очень важном моменте. Честно говоря, наверное, много уже сказано об этом, да, но... Часто задают на спрашиваю.ру или на других порталах мне вопрос, почему у кого-то долго панические атаки, вегедо-сосудистая дистония, у кого-то симптомы быстро походят. Вот в группе, да, у меня 7 групп по 8 человек, и персональные ребята в центре в Москве, и по скайпу индивидуальные ребята некоторые занимаются. И многие задаются вопросом, почему вот я, например, там за месяц прекратила испытывать острые симптомы, а у кого-то ритуалы быстро проходят, у кого-то ритуалы медленно проходят, у кого-то паническая атака, он послушал мои видеолекции в Ютьюбе, да, или чьи-то другие видеолекции, ему же этого достаточно для того, чтобы понять определенные упражнения, и панические атаки, агорофобия, например, прекратилась. Кстати, по поводу этого. Вот интересно, у меня вчера была среда, и вчера был набор седьмой группы, и пришел полный состав группы. Я прошу, говорю, ребят, поднимите руку, у кого есть сейчас панические атаки. Один человек из девяти поднимает руку. Поднимаете? И вот так все время. То есть, где-то года три назад, когда я делал группы, поднимали руку все. И сейчас те группы, которые ведет ваш покорный слуга, они как раз и занимаются тем, что на самом деле ко мне приходят люди, которые давно посмотрели мои ролики, они давно приобрели мои DVD-диски некоторые, да, они давно, как вы говорите, избавились от панических атак и от агорофобии, многие, там, 90%, но они все равно пришли в группу, которая на минуточку стоит 5000 в месяц. И они все равно продолжают над собой работать. Вопрос, почему? У меня есть даже ребята, которые занимались со мной лично. Два года назад, например, да. И вот они пришли в группу, они вот, там, парень вчера пришел, он говорит, Леша, я занимался с тобой индивидуально, у меня нету этого, 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 я купил квартиру, машину, то-то, 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 спасибо, все круто, но я понимаю, что есть некоторые нюансы моей психики, и я пришел работать над собой, я пришел развиваться дальше, потому что я понимаю, как это эффективно. Вот это очень правильный показатель того, чем я занимаюсь, и занимаются мои коллеги и психотерапия, вообще в целом, не по фамилиям, да. Поэтому надо понимать, что паническая атака, агорофобия, это маленький островок ваших жалоб, которые, в принципе, не имеют никакого отношения к вашей проблеме. И вот эти группы наши, да, и моя работа заключается именно в работе над вашей личностью, работе над вашим мировоззрением, не для того, чтобы избавить вас от ПА или от ВСД, а для того, чтобы вы в целом в жизни стали эффективны. Эффективны в работе, эффективны в деньгах, эффективны в личной жизни, эффективны в сексе, эффективны в контакте между мужчиной и женщиной, эффективны в карьерном росте, эффективны в творчестве, эффективны внутри себя и так далее. Понимаете, вот для чего мы занимаемся. Это не то, что, можно назвать, конечно, тренинг внутреннего роста, но это обычная когнитивно-аналитическая психотерапия. И внутренний рост является побочным эффектом психотерапии. Давайте вот так. То есть, когда мы занимаемся развитием нашего мировоззрения, где это, моя любимая штука, да, когда мы занимаемся развитием нашего мировоззрения и делаем его из такого, вот такое, то побочный эффект нашей с вами работы и будет являться тот самый внутренний рост и та самая эффективность. И я могу на себе вам показать, как это меняется, допустим, в 2007 году, когда у меня были панические атаки и общие фабические жалобы, я был, там, таким-то и таким-то. Прошло вот, там, сколько лет, посмотрите, там, но я не буду хвастаться, да, там, как я живу, что я делаю и так далее. Как я думаю прежде всего, да, вот, и клиенты мои тоже могут так же сказать, что когда я пришла, там, год назад или два года назад с жалобами на это, я была такой-то. Сегодня я совершенно по-другому, как в социальном статусе, как в психологическом статусе, так и в мировоззрении. Вот у меня есть группа, которая занимается, там, восьмое-девятое занятие из 20 всего. Я говорю, обернитесь назад, прошло всего два месяца. Они говорят, блин, Леш, я действительно за два месяца поняла, что как я вообще могла так думать, как я могла относиться так к людям и к себе, и к обстоятельствам. И вот это и есть, вот эти вот изменения, это и есть тот самый внутренний рост. Соответственно, с каждым годом, если вы будете продолжать работу над собой, вы будете все эффективнее и эффективнее. Поэтому ваше ПА и ваше ВСД не являются вообще, в принципе, проблемой. Теперь момент, но он является проблемой, как вам кажется. Теперь здесь есть некоторый философский момент, давайте об этом поговорим. Во-первых, мое глубокое убеждение, и есть такая тетенька, она замечательный психоаналитик, и хочу подчеркнуть, она психоаналитик, а не когнитивно-поведенческий терапевт. Ее зовут Карен Хорни, и у нее есть публикатическая работа, невроз и личностный рост, да, и на, кроме Карен Хорни, об этом говорила многие, говорят многие, и я считаю, что действительно невроз, как проявление симптоматики, является очень сильным драйвером к внутреннему росту. Но он же также является проверкой человека на то, через какие испытания и через что он должен пройти, чтобы стать лучше. И вот здесь есть некоторые испытания, о которых мы говорим на наших занятиях, я сейчас не буду об этом говорить, но расскажу об одной ошибке, которая часто фигурирует. Помните, в моих предыдущих лекциях, кстати, посмотрите их, им три года, они по-прежнему актуальны. Помните, я говорил о таком термине вторичные выгоды симптома, помните когда-то, да? Для тех, кто не смотрел мои предыдущие лекции, я расскажу, что есть в психотерапии такое определение, как вторичные выгоды симптома. Я сейчас называю это назначение симптома. Я не буду говорить об общих назначениях, мы об этом говорим в группе, но я расскажу об одной из главных ошибок. Вот, допустим, возьмем пациентку А и пациентку Б. Пациентка А говорит, у меня паническая атака, допустим, в лифте или в метро, но и я начинаю, и она говорит, а вторая пациентка говорит тоже, у меня паническая атака в лифте и в метро. И я им даю, мы эксперимент, да, проводим, и я им даю занятия, задания. Ты должна каждый день ездить в этом лифте и в этом метро для того, чтобы сталкиваться с этой панической атакой, научиться с ней взаимодействовать, научиться с ней контактировать, в общем, все стандартные упражнения, которые необходимы для преодоления этого страха. И, допустим, мы берем временной отрезок, там, я не знаю, 3 года, допустим. Это не потому, что 3 года надо будет сталкиваться, просто это эксперимент, да, 3 года. И вот через 3 года мы обращаемся к нашим клиенткам. И оказывается, что пациентка А говорит, вы знаете, я начала сталкиваться с этим постоянно, делала ваши упражнения, и я буквально через месяц, через два вообще забыла про это. Я как-то сначала была дискомфортна, но потом я это приняла, научилась этим сталкиваться, а потом она взяла и куда-то рассосалась. У меня на это ушло 1-2 месяца, спасибо вам большое. Пациентка Б говорит, я до сих пор периодически испытываю это, когда еду в метро и в лифте, мне это никуда не ушло. Или преобразовалось во что-то другое. Вот в чем разница? Разница не только в том, что они могли делать по-разному упражнения. Конечно, тут есть некоторый аспект, о котором говорят многие, да, о том, что вы не должны избегать панических атак, вы не должны их бояться. Об этом будет 1 июня, большой вебинар. Приходите, я все про это вам подробно расскажу. Вы поймете, как избавиться от панической атаки, от ВСД, от агорафобии. Сейчас не об этом. Знаете, какая там еще одна есть главная проблема? Я это знаю на примере моих клиентов, на примере моих коллег. Я являюсь членом, можно я похвастаюсь, да, ассоциации когнитинно-поведенческих психотерапевтов. Это научное сообщество института имени Академии Павлова, да. Ну, люди, которые там работали, учились, это медики. И мне приятно быть членом этого сообщества, потому что они очень грамотно повышают квалификацию своего персонала, своих коллег. Они стараются привозить лучших супервизоров из Соединенных Штатов, из института Альберта Эллиса самого, да, и Аарона Бека. Это очень приятно учиться и взаимодействовать в повышении квалификации с профессионалами именно высокого уровня. Поэтому я рад быть членом этого сообщества. Ну, соответственно, со своей стороны я популяризирую психотерапию. И когнитивно-поведенческую терапию в том числе. Так вот, в чем причина пациентки Б? Пациентке Б причина заключается в том, что у нее слишком сильное, возможно, назначение симптома. Как это выглядит? Если говорить совсем по-простому, ее симптомы выполняют в ее жизни определенную функцию. И пока психотерапевт не поймет, и сама клиентка не поймет, какую функцию выполняют ее симптомы, она никогда его не отдаст. Пациентка А отдаст симптом просто из-за упражнения. Вот вспоминайте, вам же наверняка многие говорили про упражнения. Вы покупали DVD, книги, и кому-то раз, и кого-то отпускали панические азарики. А кто-то долбит и долбит, и долбит, и долбит, и долбит. Нет, не только потому, что вы можете неправильно делать упражнения, но есть один из секретов, который мало кто знает. Если у симптома есть функция, вы никогда его не отдадите до тех пор, пока вы не поймете, какую функцию выполняет ваш симптом. И задача вашего покорного слуги и моих коллег, что-то солнышко, да, как-то, и задача моя и вашего, и моих коллег, понять, есть ли функция у вашего невроза. А сейчас маленький нюанс. В 99% случаев у вашего симптома всегда есть функция. Вопрос просто в том, насколько она велика. Если функция вашего симптома слишком велика, вы уделаетесь упражнений, уделаетесь всяких техник, они будут неэффективны, лишь потому, что вы будете вцепляться в этот невроз. Вы будете обесценивать упражнения. Вы будете то сердце, то кишечник, то это, то это. Говорите, я же все делаю. Тут есть, конечно, нюанс, что вы просто боитесь и делаете неправильно. Да, тут есть правильный такой аспект. Но если допустить, что вы делаете все правильно, вы говорите, да я не боюсь, но оно по-прежнему, вот как-то оно все, значит, возможно, в ваших симптомах есть функция. Здесь нужно сделать оговорку. Запоминайте, у органических симптомов, например, тахикардия, головная боль, диарея, у самой органики функции нет, потому что многие сейчас будут думать, вот как это у меня болит здесь, здесь и здесь, функция какая здесь может быть. Здесь, ребята, функции нету, не нужно это путать. Это просто проявление невротическое. Функция – это в том, что вы делаете из-за того, что у вас эти симптомы. И вот в этом действии есть некоторая функция, или бездействие есть некоторая функция. Поэтому многие клиенты как раз и делятся на эти два лагеря. У кого функция сильнее, и я уже в своей практике за многие годы я научился видеть, что когда человек откликается быстро на некоторые упражнения, на некоторые аналитические техники, это значит, что действительно функция не сильная. Но мы всегда в группе и индивидуально, мы всегда эту функцию разбираем. Вот у меня вчера был, например, в клинике пациент очно. Второе занятие у нас было, вторая встреча. Мы уже разобрали эту функцию. Он вчера был очень воодушевлен тем, что мы поняли. Потому что действительно 16 лет его симптом выполняет определенную функцию. И естественно, поэтому 16 лет он где только не был, ему ничего не помогает. И мы с ним будем работать над тем, чтобы его функцию симптома убрать. А это могут делать далеко не все. Поэтому я учу своих коллег, с которыми я супервизирую, и которых я супервизирую, видеть функцию симптома в своих клиентах. И тогда их работа становится на 100% гораздо эффективнее. Так что пожелание такое. Выполняйте все упражнения, которые есть для панических атак агорафобии, но старайтесь все равно заниматься с психотерапевтами, которые сертифицированы, которые лицензированы. В интернете есть много информации. Она в принципе в 90% так или иначе правильная. Но проблема в том, что эта информация не дает понимания того, что этот человек действительно является хорошим специалистом в области психотерапии. Ну, допустим, вам какой-то стоматолог снимет видеоролик и скажет, как он это делает, почему образуется кариес, как кариес надо препарировать и так далее, надо прийти к стоматологу. Вы скажете, вау, какой человек классно разбирающийся, действительно. Но проблема в том, что говорить об этом и рисовать, и объяснять это одно, а вот работать над личностью, работать над детскими психотравмами, если они имеются, работать над убеждениями, работать над функцией симптома, работать над семейными отношениями, например, если функция симптома в семейных отношениях. Вот здесь уже, ребята, в картиночке видеоролики не снимешь, не нарисуешь. Тут уже не получится так. Поэтому видеоролики – это просто ознакомительный материал, который мы для вас делаем, да, такое некое сообщество видеоблогеров, для того, чтобы вы просто понимали, что это такое. Но когда вы начинаете с этими видеоблогерами взаимодействовать, вы понимаете, что, в принципе, дальше вот этого материала в 90% случаев ничего не идет. Потому что вот человек знает паническую атаку, агоруфобию, да, и вегетососудистую дистанцию, он ее долбит. Он делает это хорошо, он делает это достаточно правильно понимающий и выполняет определенную миссию и функцию этими видеороликами, но к мировоззрению и к решению семейных конфликтов. А у меня в основном там 50% моих клиентов имеют функцию и именно суть внутреннего конфликта во всемейных взаимоотношениях. Как вам видеоблогер сможет проработать отношения с отцом? Вот, например, есть видеоблогер, у которого четкий выраженный Эдипов комплекс по поводу отца. И он пытается все время перегонять всех своих там конкурентов, как он понимает, в виде того, что он видит в них папу, конкурирует. Он обижен на своего папу. Ну вот как тут в видеолекции проработаешь обиду на своего отца и желание вот это конкурировать Эдипову проблематику? Да никак. Пока мы не станем работать индивидуально, эта Эдиповая проблематика не проработается. Я прорабатывал собственную Эдипову проблематику около двух лет. Очно. С аналитиком. Поэтому видеолекция – это ознакомительный материал с панической атакой, с общими какими-то тезисами, да, но прорабатывать все эти нюансы, аспекты характера в видеороликах не получится. Это нужно заниматься либо в групповом формате, либо в индивидуальном, либо по скайпу, либо очно. Удачи вам! Скоро будет интересная видеолекция про то, как симптомы, как мы выходим в симптом. Помните, я об этом говорил. И следующая видеолекция еще будет о наркотиках. Очень часто спрашивают вопросы про наркотики и про алкоголь. Я об этом расскажу очень скоро. До встречи!